Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное, за неделю расскажут наши корреспонденты и я, Виктория Шары. Коротко об основных темах. «Омикрон» в Самаре губернатор Дмитрий Азаров поручил региональному министерству образования тщательно контролировать ситуацию с заболеваемостью в школах и садах. Завод РКЦ «Прогресс» готов приступить к созданию первого летного образца ракеты-носителя «Союз-5». На каком этапе находится разработка экспериментальной установки. Россияне отказываются копить деньги в рублях и предпочитают вкладываться в доллар и евро. Почему, несмотря на повышение ключевой ставки, не удается укрепить рубль? Ленинградский День Победы. В России отметили 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады. Они контролируют перемещение людей и материальных ценностей через государственные границы. Профессиональный праздник отметили почти миллион работников таможни со всего мира. В Самарской области подтвердили еще 28 случаев заражения штаммом омикрон. Об этом рассказали на заседании регионального оперштаба по борьбе с COVID-19. Губернатор Дмитрий Азаров поручил региональному министерству образования постоянно контролировать ситуацию с заболеваемостью в школах и садах. Подробности в нашем сюжете. Напряженная ситуация с тенденцией к росту заболеваемости. Так оценивает эпидобстановку в регионе областной Роспотребнадзор. В Самарской губернии снова фиксируют больше тысячи заболевших коронавирусом в сутки. Выявили еще 28 случаев заражения новым штаммом омикрон. Неделю назад было 13. В семь раз увеличилось число заболеваний COVID-19 среди школьников. Вводить ограничительные меры, в том числе дистант, учреждения могут, если у детей и сотрудников выявили коронавирус, либо из-за гриппа и ОРВИ отсутствует более 20% учащихся. Губернатор Дмитрий Азаров поручил региональному Минобру постоянно контролировать ситуацию. Внимательное и бережное отношение, соблюдение всех норм и правил, контроль со стороны министерства за соблюдение всех необходимых режимов в школах может защитить образовательную систему региона от перевода на дистанционное образование. Мы видим, какое распространение идет инфекции среди детей и понятно почему. В том числе это связано с тем, что у нас дети не вакцинированы. Я думаю, что мы такой же рост в разы получили бы и по всему населению, если бы не были вакцинированы граждане страны, проживающие на территории Самарской области, ну и, конечно же, граждане иностранных государств, для которых мы также вакцинацию обеспечиваем. Система здравоохранения отмечает значительный рост числа амбулаторных пациентов с коронавирусом 10131 человек и пока стабильное, без существенного роста количество госпитализированных в стационары с коронавирусом и подозрением на него – 2190 пациентов. При этом выросло число госпитализаций детей в ковидные стационары. Принято решение о расширении коечного фонда и вовлечении дополнительных больниц. Это областная клиническая больница номер 2 и это часть медиатрического корпуса больницы Середа. Запасы лекарственных препаратов достаточно и их продолжают пополнять. За прошлую неделю увеличился темп вакцинации. Было привито почти 33 тысячи жителей. В целом вакцинировалось более миллиона 600 тысяч человек. В область поступила и первая партия детской вакцины от коронавируса – 1920 доз. В ближайшее время их распределят между муниципалитетами. Предварительно регион направил заявку на 110 тысяч доз. Светлана Кудрявцева, События. Завод РКЦ «Прогресс» готов приступить к созданию первого летного образца ракетоносителя «Союз-5». На каком этапе находится разработка экспериментальной установки? И почему приостановили работу над техническим проектом сверхтяжелого космического аппарата для полетов на Луну? Расскажет Максим Магомедов. Ракетоноситель «Союз-2» предназначена для запуска космических аппаратов на околоземную орбиту. За 2021 год РКЦ «Прогресс» выполнил 22 пуска ракет этого типа. По словам генерального директора предприятия Дмитрия Баранова, в текущем году планируется запустить еще 20. А вот разработка сверхтяжелой ракетоносителя для полетов на Луну была приостановлена. После представления эскизного проекта заказчику, которым выступила корпорация «Роскосмос», с РКЦ «Прогресс» был заключен госконтракт на выполнение технического проекта. Однако его вскоре расторгли по инициативе «Роскосмоса». Сегодня нет единой позиции, какие задачи должен решать такой носитель. Нет единой позиции по порядку и способу финансирования. Имеются также вопросы, может быть, как-то пересмотреть облик ракетоносителя в пользу изделий с большим применением новых технологий. В конце прошлого года утвердили график создания ракетно-космического комплекса «Союз-5». Летно-конструкторские испытания назначены на следующий год. Одна экспериментальная установка уже была успешно испытана. Сейчас на различных этапах сборки находятся два бака. Один с окислителем, другой с топливом. В первом квартале этого года их отправят на испытания в город Королев. Еще один бак находится в завершающей стадии сборки. Его будут испытывать позже. Летом должны быть готовы все результаты испытаний. А уже в конце года планируют отправить готовую огневую машину в Центр координации проектов «Сергиев Посаде». Сейчас мы ввели полностью одну из трех установок для сварки тренера с перемешиванием. И сейчас начали изготовление деталей для экспериментальной установки еще одной. И, я думаю, в ближайшие буквально недели, даже не месяца, а недели, начнем изготовление уже первого летного образца. РКЦ «Прогресс» ведет работы над созданием малых космических аппаратов АС-2Т для дистанционного зондирования Земли. Они предназначены для получения стереоскопических изображений земной поверхности, а также будут использоваться для мониторинга чрезвычайных ситуаций. Максим Магомедов, Григорий Плешаков. События. Россияне отказываются копить деньги в рублях и предпочитают вкладываться в доллары и евро. Отечественная валюта колеблется на фоне геополитических сложностей. Эксперты уверены, что несмотря на ужесточение политики Центробанка и повышение ключевой ставки, рубль пока не удастся укрепить. Почему, расскажет Светлана Кудрявцева. Россияне предпочитают хранить деньги в иностранной валюте. Рублю доверяют все меньше. В том, что сегодня стоит откладывать сбережения в долларах, убеждены 46% жителей страны. В евро – 44%. В рублях – только 41%. Минимальное количество россиян с 2014 года. Таковы данные исследования одного из сервисов по поиску работы. И неудивительно, рубль в последнее время ослабевает, несмотря на высокие цены на нефть. Отечественная валюта за две недели дважды обновила 9-месячные минимумы, торгуясь на уровне в 76 рублей 80 копеек за доллар и свыше 87 рублей за евро. Доминирующим фактором остается геополитика противостояния России и Запада. Плюс к этому, конечно же, накладывает определенную нервозность на движение валют, в том числе, да и рынков российских и зарубежных. Это монетарная политика Федеральной резервной системы. Уже на 100% рынок закладывает повышение весной базовой ставки. Соответственно, это приводит к удорожанию мировой резервной валюты относительно всех других валют. И мы будем видеть рост и дальнейшее укрепление доллара. Весь прошлый год ключевую ставку поднимал и Центральный банк России, чтобы укрепить рубль. Торговый баланс по экспортно-импортным операциям тоже позитивно сказывается на укреплении рубля. И при таких данных отечественная валюта могла бы быть одной из самых крепких, если бы не движение капитала. Только за прошлый год его отток из России составил более 70 миллиардов долларов. Для чего повышается учетная ставка? Учетная ставка превышается для того, чтобы можно было больше зарабатывать, увеличивается стоимость денег, соответственно, сами деньги становятся ценностью. Поэтому Центральный банк, я говорю, любое повышение должно играть на пользу валюты и привлекать инвесторов. Мы видим повышение и видим вывод капитала. Что это значит? Значит, в нашу валюту не вкладываются. Это доминирующий фактор, который делает, на мой взгляд, крепчайшую валюту мира такой слабой. По словам эксперта, если убрать геополитические волнения, то возможно укрепление рубля до 72-73 за доллар. Но это максимальный потенциал крепости. Любое же негативное событие выбросит российскую валюту на отметку 80 или даже 90 рублей за доллар. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев, Николай Сидоров. События. Уголовное дело по убийству Екатерины Пузиковой-Сакирской завершилось обвинением в отношении Алексея Резкова. Расследование подтвердило причастность кикбоксера к смерти молодой женщины. Запутанная криминальная история подошла к финалу, но оставила немало вопросов у общественности. Как можно осудить умершего и что говорят о деле Пузиковой, эксперты права, в том числе адвокат обвиняемого Резкова, выяснила Гульфия Сафина. Обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти. Я, Резков Алексей Александрович, ее отец Сакирский Григорий Степанович. Обнаружено тело подследственного Р без признаков жизни. Одна смерть за другой и вокруг каждой факты, которые выходят за рамки стандартной уголовной практики. В Самаре завершилось расследование уголовного дела об убийстве Екатерины Сакирской-Пузиковой. По версии следствия, в преступлении виновен ее бывший муж Алексей Резков. По версии следствия, 2 июля 2021 года в вечернее время Резков, получив информацию о прибытии Екатерины Сакирской, авиасообщение в город Самара проследовал на площадку подъезда, где располагалась ее квартира и стал ожидать. Далее, после появления Сакирской рядом с входной дверью квартиры, Резков, применяя физическую силу, втолкнул ее в помещение и нанес не менее 57 ударов топором. Напомним, 32-летняя Екатерина много лет сама была фигурантом дела об отравлении первого бывшего мужа банкира Дмитрия Пузикова. По версии следствия, мужчина скончался из-за отравленного картофельного пюре в 2012 году. Через три года Пузикова признали виновной в убийстве, но затем приговор отменили. Екатерину оправдали. Казалось, история завершилась благополучно, но в прошлом году жестоко убили и саму Екатерину Пузикову. Это произошло буквально на следующий день после скандального объявления в интернет-сети ее уже второго экс-супруга, президента Федерации кикбоксинга Алексея Резкова. Собрали 15 миллионов рублей и передали одному из работников областного суда. Долго разыскивать убийцу не пришлось. Алексей признал свою вину, но уже 17 июля был и сам обнаружен мертвым в медучреждении УФСИН. По версии следствия, он покончил с собой. На этой неделе следствие подтвердило вину Резкова. По правилам материалы будут направлены в суд, но судить кого? В живых нет ни ответчика, ни жертвы. Бывают такие в жизни случаи, когда в процессе человек уходит на тот свет, скончался по тем или иным причинам. И что это означает? Это не означает, что он автоматически виновен и в отношении него дело прекращает, потому что он виноват, но судить больше некуда. Поэтому, если вдруг такое происходит, то здесь определяют судьбу этого человека близкие родственники. Как нам стало известно, интересы Алексея Резкова представляет его сестра. В данный момент вместе с адвокатом умершего она изучает материалы дела и в ближайшее время будет принимать решение продолжать отстаивать его непричастность или отказаться от суда. Мы вот ознакомились с материалами дела. Сейчас надо все это осознать, понять. Соответственно, если она считает или сочтет необходимым, то есть отстоять честное мнение брата, и мы будем понимать, что возможно его реабилитировать, либо она согласится с той позицией, что фактически, то есть он в этом деле был замешан и участвовал, не захочет этих вещей всех проходить. Поэтому, то есть, может быть, заявлено с ее стороны ходатайство о прекращении уголовного дела в связи со смертью. Моя позиция в любом случае поддержать доверителя. В случае, если родственники Резкова примут решение идти до конца, судебные тяжбы могут продлиться несколько месяцев. Если суд встанет на сторону обвинения, будет вынесен приговор, но лицо освободят от ответственности в связи со смертью. Если же Резкова оправдают, у родственников будет право на реабилитацию, возмещение расходов на защиту и компенсация морального вреда, а также получение публичных извинений от имени государства. Гульфия Сафина, Николай Епифанов. События. Ленинградский День Победы, так жители города на Неве называют 27 января. В России отметили 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады. Подвиг города и его жителей уже в годы Великой Отечественной войны стал примером для всего советского народа. 1 мая 1945 года Ленинград был удостоен звания города-героя. В день снятия блокады по всей стране проходят акции памяти, выставки, кинопоказы и традиционное возложение цветов к вечному огню. Как память героев почтили в Самаре, расскажет Ольга Павлова. Всего 125 граммов хлеба в день на человека и 872 дня до полного освобождения города. Начало блокады Ленинграда, тогда еще пятилетняя, Майя Мехкова до сих пор вспоминает со слезами на глазах. Рассказывает, как отвоя сирен перед бомбежкой пряталась вместе с братишкой под столом. А когда от голода скончалась мама, ее и полуторагодовалого брата забрали в детский дом, определив ребят в разные возрастные группы. И все, и больше я в поиске, я искала ее больше, я бы не нашла. А папа пропал, погиб в 1943 году, все. А нас в 42 сентябре эвакуировали из Ленинграда, вот в Куйбышеве. Уже в Куйбышеве Майя Алексеевна окончила школу и выучилась на химика. Поиски брата прекратила несколько лет назад. Говорит, Надежда умерла. Сегодня вместе с другими блокадниками она пришла почтить память павших в Великой Отечественной войне бойцов и возложить к Вечному огню цветы. В церемонии в изложении цветов к Вечному огню приняли участие власти города представители общественных ветеранских организаций, юнормейцы и ученики их одесских классов. Вечная память тем, кто отдал свою жизнь, именно защищая один из самых крупных городов СССР. И здоровье тем, кто сейчас находится рядом с нами бок о бок. Здоровья вам! Город-герой Ленинград был полностью освобожден от блокады 27 января 1944 года в ходе операции «Январский гром». Врага отбросили от города более чем на 100 километров. Войска Ленинградского фронта освободили Красное Село, Пушкин, Павловск, Петергов и Гатчину. В городе, пережившем почти 900 дней осады, впервые прогремели мирные залпы. За 4 года от обстрелов и бомбежек погибли 16 647 человек. 623 253 человека умерли от голода, включая новорожденных и детей до 5 лет. Ольга Павлова, Константин Головин, События. На страже закона – таможенная служба. 26 января свой профессиональный праздник отметили почти миллион работников таможни со всего мира. Они контролируют перемещение людей и материальных ценностей через государственные границы и борются с контрабандой запрещенных товаров. В ведомстве Самарской таможни сразу три региона и почти 2000 километров границы. С какими результатами подошли к профессиональному празднику самарские таможенники, выяснила Гульфия Сайфина. Почти полторы тысячи квадратных метров. Склад сверху донизу заставлен упакованным товаром. Но все это не имеет никакого отношения к официальному производителю. В коробках – контрафакт. С каждым годом попыток ввести на российский рынок незаконную продукцию, по оценкам самарских таможенников, становится больше. В прошлом году выявили полтора миллиона контрафакта и миллион двести тысяч немаркированных товаров. Продукты питания, обувь или одежда или вод – одна из крупнейших партий, задержанных в прошлом году. Здесь почти три тысячи сумок, ремней и рюкзаков известных брендов. Кристиан Диор, Кейнвен Кляйн, Бёрбери, Гуччи. Ущерб правообладателю составил почти 175 миллионов рублей. Кошгал-энтерею нарушитель пытался привезти со стороны Казахстана, но его задержали в районе Большой Глушицы. Сегодня на контроле самарской таможни не только областные пункты, крупный из которых аэропорт Курумыч и особая зона Тольятти, но и Ульяновская и Оренбургская области. Чаще всего примерно 90% нелегальной продукции везут из Казахстана и Киргизии. Встречаются и другие запрещенные товары. Порядка 5 килограмм наркотических средств КДИН и марихуана, которые перемещались в международных почтовых отправлениях, заказаны были через интернет из Испании. И в данном случае в отношении молодого человека, который заказывал этот товар через подставных лиц, заведено сейчас два уголовных дела, находится на рассмотрении. Санкционный картофель, незадекларированная валюта, магазины к автомату Калашникова. Любое подозрение и продукция конфискуется до изучения материалов дел. Контрафакт и запрещенная продукция подлежит уничтожению. Росимущество может отправить на полигон или под пресс, либо сжечь в специально отведенных местах. На время расследования товар находится на таможенном складе. Здесь зависит от сроков расследования, дел об административных правонарушениях, уголовных дел, от сложностей этих дел. Чаще всего от двух месяцев до полгода. Там, где мы не устанавливаем нарушения таможенного законодательства или законодательства Российской Федерации, в том числе и нарушения права на объекты интеллектуальной собственности, мы товары возвращаем, и такое тоже часто бывает. В настоящее время Всемирная таможенная организация объединяет 179 государств. В сфере таможни туристы почти миллион человек. Их задача не только защита интересов производителей и закона, но и, конечно же, потребителей, чтобы на прилавках не появлялись сомнительные и даже опасные для здоровья товары. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События. Посмотреть на будущий дом с экрана планшета, узнать, из чего делают лекарства для нефтяных скважин и прогуляться по даче мецената Головкина, не выезжая за пределы Самары. В Татьянин день студенты представили свои научные проекты и презентовали их губернатору Дмитрию Азарову. Встреча прошла в научном центре коллабораций при Самарском политехническом университете. Чем удивили главу региона юные исследователи, расскажет Ольга Павлова. Что освоил ты за эти долгие годы образовательных программ? Я научился играть в шахматы. Я научился еще на программировании собирать и программировать роботов. Ученик начальной школы Егор Гуськов хвастается перед главой региона своими достижениями. В Доме научной коллаборации юный исследователь занимается уже два года и за это время научился не только собирать и разбирать роботов из обычного конструктора. При правильном подходе фигуры, сделанные его руками, оживают и двигаются при помощи специальных сенсорных датчиков и управления с планшета. Здесь он препятствия видит? Да. У исследователей постарше задачи сложнее. Студенты технического университета, к примеру, разработали цифровые модели строительства многоэтажных домов. Мы можем посчитать, сколько грунта нужно выкопать, сколько это займет объема работ, а также заканчивая отделкой помещения, например, сколько штукатурки потребуется для данного дома. Посетить дачу мецената Головкина и особняк Клотта при помощи объемного изображения, разработанного юными учеными. Выяснить, как защитить трубы от коррозии при помощи двухкомпонентного эпоксидного состава. Один проект интереснее другого, отмечает губернатор, и долго беседует с ребятами о тонкостях каждой из представленных научных разработок. Моя задача как губернатора, чтобы родная земля развивалась, что здесь все, что может крутиться, крутилось и вертелось, все шестеренки и все гаечки, значит, все производства работали. Конечно, появлялись новые производства, появлялись новые инженерные компании, появлялись компании инновационные. Встреча с юными исследователями завершилась общением в формате «Вопрос-ответ». Губернатор региона поздравил студентов с праздником, поблагодарил за представленные проекты и пожелал воплощения самых смелых, инновационных идей. Ольга Павлова, Максим Гусев, События. В Самаре, как и по всей России, отметили 84-летие со дня рождения Владимира Высоцкого. За свою недолгую жизнь, а прожил он всего 42 года, Высоцкий снялся в 73 фильмах, написал около 600 песен и сотню стихотворений. В памяти о легендарном советском поэте, музыканте и актере, почитатели творчества возложили цветы к памятнику на Молодогвардейской. Тему продолжит Мэри Елчан. «Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою». Эти строки принадлежат поэту, актеру, барду Владимиру Высоцкому. Сегодня, 25 января, ему бы исполнилось 84 года. В каких бы ипостасях не выступал Высоцкий, его знают, любят и помнят до сих пор. А сколько его в нашем городе? Вот памятник, который установлен на том самом месте, где 29 ноября 1967 года выступал Владимир Высоцкий. В январе 1998 года одной из улиц присвоили имя Владимира Высоцкого. В 2000 году в одноименном сквере появилась Стелла, посвященная поэту. Творческое наследие, которое Владимир Высоцкий оставил после себя, не позволяет думать о том, что его нет уже 42 года. Ровно столько же, сколько он успел прожить. Его бессмертные песни и стихи, роли в кино знакомы почти каждому. Их слушают, читают и смотрят с таким же интересом, как это было во второй половине 20-го столетия, в пору расцвета таланта Высоцкого. В Самаре есть музей, посвященный творчеству выдающегося поэта-песенника. Немало усилий приложили основатели, чтобы популяризовать центр. Сегодня музей может показать посетителям многочисленные экспонаты, связанные с жизнью и творчеством Владимира Семеновича. Мы все равно будем помнить его, и, так сказать, заниматься. А важно для подрастающего поколения, которого Высоцкого называют очень мало. Наша задача им рассказать. Но сейчас же новое время. Появились гаджеты хорошие, появились компьютеры. Любой текст, если ты знаешь первую строчку, можно найти и почитать. Любую песню можно послушать. Чего нельзя было сделать 50 лет назад. Владимир Высоцкий был в Куйбышеве дважды. Об этом свидетельствует множество фактов, документов и фотографий. В один из своих визитов 30 ноября 1967 года Высоцкий посетил Куйбышевский политехнический институт. С годами все дороже и ценнее становятся воспоминания людей, которым удалось побывать на концертах барда. Юрий Щербаков учился на втором курсе, когда впервые услышал исполнение любимых песен кумиров «Живую». После уже занятий и баллон все побежали в конференц-зал, и он у нас пел. У него исключительные песни. Любую тем же у него есть. Иногда даже быту, обязательно его песни выхватят. Не забывайте об его творчестве, знакомить творчество с творчеством Высоцкого. Тех, кто не знаком, но это молодежь, дети. И вы знаете, оно настолько интересно, многообразно, многоолико, что нет людей, которые остаются равнодушными. Общественный фонд «Центр Владимира Высоцкого в Самаре» провел акцию в изложении цветов в день рождения кумира. Почитатели творчества поэта регулярно проводят встречи, где читают стихи и поют песни легендарного барда. Мэри Илчан, Константин Головин, События. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и отличных выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин